Всем привет! С вами снова канал Косметическая Кухня Бьюро, ее ведущая Елена. Вы нас давно просили снять различные рецепты масок для лица, особенно на основе глины. И этот день настал, мы это сделали. Но в качестве бонуса мы также вам покажем, как сделать маски для лица с различными типами пудр, например, с рисовой пудрой или с любой травяной или цветочной пудрой, которая у нас есть в магазине. Вот такая вот текстура получилась у готовой маски с глиной карамель. Просто обалденная, мягкая, не скатывается с кожи и отлично за ней ухаживает. Подробнее о том, как ее приготовить, смотрите дальше видео. А я тем временем хочу напомнить о том, что у нас есть много страничек в социальных сетях. Это Инстаграм, Телеграм-канал, Фейсбук, Пинтерест и, конечно же, Ютуб-канал. Обязательно подписывайтесь на Ютуб-канал, ставьте лайк этому видео и не забывайте подписаться на нас в других социальных сетях. Ссылочки ищите под этим видео, а я тем временем начинаю приготовление. Цепт достаточно простой и для начала мы приготовим базу, в которую мы будем вмешивать все остальные сухие активные ингредиенты. Я буду готовить 50 грамм плотной кремовой основы. Для этого я беру чистый простерилизованный стаканчик, в котором я буду готовить жирную фазу. В жирную фазу у меня входит достаточно много масел. Я использовала масла абрикоса и конопли, потому что именно эти два масла очень круто ухаживают за моей кожей и восстанавливают ее защитные слои. В конопляном масле преобладает линолевая кислота, в абрикосовом масле преобладает алииновая кислота, а они вместе дают крутой эффект. В рецепт их входит по 10% или по 5 грамм на 50 грамм основы. Далее в рецепт я добавлю витамин Е в количестве 1% или 0,5 грамма. Витамин Е или другими словами дегоферол ацетат будет выступать в качестве антиоксиданта. Дальше в жирную фазу, конечно же, мне необходимо добавить эмульгаторы. Я буду использовать эмульгатор Plantasense HE 20 в количестве 6% или 3 грамма, а также со-эмульгатор жирный спирт, цитиловый спирт в количестве 1% или 0,5 грамма. На это приготовление жирной фазы я закончила и теперь мне необходимо приготовить водную фазу. Опять-таки беру чистый простерилизованный стаканчик и буду добавлять воду. Воду я использую дистиллированную, вы можете взять любую другую очищенную воду. Не рекомендуется использовать гидролат, потому что он имеет очень кислый pH, а также не рекомендуется использовать минеральную воду. И далее в водную фазу я добавлю загуститель к сантановую камень в количестве 0,4% или 0,2 грамма. Сантановая камень загустит водную фазу и тем самым стабилизирует эмульсию при ее использовании в будущем. Дальше с помощью мини-миксера я размешаю сантановую камень в водной фазе и после этого обе фазы я отправляю на горячую водяную баню до их полного нагревания и растворения. Как приготовить правильную эмульсию на эмульгаторе Plantasense смотрите в нашем предыдущем видео. Подсказочку вы можете видеть вверху экрана. А я тем временем ускоряю процесс приготовления, не вникая в теорию и перехожу к следующему этапу. И следующим этапом будет эмульгирование. Как вы видите, водная фаза загирилась с помощью ксантана, жирная фаза полностью растворилась. И сейчас я вливаю жирную фазу, да, именно жирную фазу в водную фазу, при постоянном перемешивании с помощью палочки и проделываю данные действия на водяной бане в горячей воде. Сейчас вы наглядно видите, как образовывается правильная ламеллярная эмульсия. Без использования специальных девайсов обе фазы у меня уже проконтактировали, эмульсия начала образовываться. После этого я могу взять мини-миксер и продолжить размешивание на протяжении нескольких минут уже вне горячей водяной бани. После этого я меняю мини-миксер на палочку и размешиваю эмульсию до тех пор, пока она не остынет до температуры около 40 градусов Цельсия. После того, как эмульсия уже остыла до температуры 40 градусов Цельсия и немножко загустела, мне необходимо добавить все оставшиеся компоненты, а именно активную фазу. Для этого я возвращаю стаканчик на весы. Белый ячейк я взяла для того, чтобы защитить весы от температуры стакана, потому что он пока еще теплый. Дальше в активную фазу у меня будет входить две увлажняющих добавки, а именно бетаин в количестве 3% и также акваксил в количестве 3%. Это большое количество, которое будет активно увлажнять нашу кожу, поскольку у нас именно маска, а не ежедневный крем. В своем рецепте я сочетаю два увлажняющих компонента, которые увлажняют кожу совершенно по-разному и вместе они дают эффект в два раза лучше. Беру их достаточно в большом количестве для того, чтобы опять-таки эффект увлажнения был очень крутой. Далее я быстренько размешиваю увлажняющие активы в эмульсии до растворения. Как вы видели, бетаин это порошок, но он прекрасно расходится в теплой эмульсии. Размешали активы и дальше добавляем депантенол в количестве 2% или 1 грамм. Депантенол в большом количестве в обычных ежедневных средствах может давать липкость, но в активной маске для лица это не имеет никакого значения, поэтому мы можем позволить себе ввести депантенол на даже 2%. Опять-таки размешиваем его в эмульсии. И дальше я добавлю СО2-экстракт гинкобелоба в количестве 0,5% или 0,25 граммов. А вы в свою очередь можете использовать любой другой СО2-экстракт, который подходит вашей коже и косметические действия которого вас устроит. После СО2-экстракта я введу консервант непогарность СЕ в количестве 1,5% или 0,75 граммов. Это максимальная дозировка, поскольку большое добавление сухих компонентов в данную эмульсию требует максимальное количество консерванта. быстренько размешиваем до однородности. И на этом добавление всех компонентов входящих в рецепт для создания основы для маски у меня закончилось. И далее моя задача вымешать данную основу с помощью палочки до полного остывания и загущения основы. Но прежде чем начать добавлять сухие компоненты, я бы хотела показать, что pH данной эмульсии получился 4,15. Почему такой низкий? Потому что активные компоненты, входящие в крем, данный pH опустили. Также раствор консерванта непогард имеет достаточно низкий pH и способен опускать pH косметических средств. Поэтому сейчас я откорректирую уровень pH моей основы до уровня примерно 5,5 с помощью раствора L-аргинина. Итак, после корректировки pH и вымешивания эмульсии до полного остывания у меня получилась вот такая основа. Как вы видите, достаточно плотная, она держит свою форму, но не супер густая. Что еще могу сказать, что особенностью эмульсии на Plantasens является то, что на следующий день они становятся еще гуще. То есть окончательная вязкость проявляется не сразу. Но мы ждать не будем. Сейчас мы совершим последний завершающий этап, а именно создание маски. Я беру две вот такие вот ячейки и разделяю основу пополам. Дальше я хочу вернуть в кадр весы и по одному буду добавлять активные компоненты маски. И первую из них я буду добавлять французскую глину карамель 20% или примерно 5 г на данное количество эмульсионной основы. Глина карамель содержит большое количество углерода и железа. Она используется для очищения, тонирования, а также ухода за сухой кожей лица. Глина снимает раздражение с кожи, выравнивает цвет и оставляет после себя ощущение шелковой кожи. Я использую французскую глину, которая очищена от тяжелых металлов и сертифицирована эко-сорт. Далее я очень аккуратно с помощью палочки вмешиваю глину в основу. Следующим всем известным и многими любимым компонентом будет спирулина, а именно ее порошок в количестве 20% или тех же 5 г на данное количество основы. Спирулина будет насыщать кожу витаминами и морскими минералами, оказывать тонизирующие и омолаживающие действия, способствовать выведению токсинов, активизировать обмен веществ в клетках кожи, а также повышать эластичность и ее тургор. И отвечаю на вопрос, который возник у многих в голове. Нет, спирулина не окрасит вашу кожу в зеленый цвет. И опять-таки возвращаемся к стеклянной палочке и вымешиваем порошок в нашей основе до однородности маски. И вот такой вот результат у меня получился после введения спирулины. Итоги, что же я имею? Это две маски достаточно плотной текстуры. Как вы видите, эмульсия стоит, которую необходимо наносить на очищенную кожу лица на 15-20 минут, после чего вы приобретете здоровый сияющий вид. Также хотела добавить, что в качестве наполнителя для таких масок для лица вы можете использовать любые пудры, к примеру, крапива, апельсина, роза или пудра риса. Однако 20% для таких активных ингредиентов может быть слишком много и вызывать покраснение на коже. Поэтому начинайте вводить добавки с 5% и повышать дозировку и смотреть, как ваша кожа реагирует. Также в подобную основу можно добавлять экспортирующие частицы, например, порошок бамбука или гранулы подсолнуха или скорлупу грецкого ореха и получить натуральный скраб для лица или тела. Включайте фантазию и делитесь с нами вашими результатами. Желаем удачи в экспериментах. С вами была Елена, канал Косметическая Кухня Бьюр. Не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще не с нами, а также нажать на звоночек для того, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok